Научный сотрудник Церковно-исторического музея Дмитрий Овчинников, прихожанин храма уже 12 лет. Здесь он проводит службу и помогает по хозяйству. В Великий Престольный Праздник, как и полагается, Дмитрий пришел на службу, чтобы почтить память иконы Божьей Матери Державная. Не хочу задеть другие храмы, но мне здесь очень нравится и священник, и прихожане, и то, с каким благочестием обстановлена служба, и как поют перчи. И почему-то именно наш певчий, весьма немногочисленный штат певчих, он нравится мне больше, чем соборные хоры. Семенарский хор, конечно, вне конкуренции. История памятного праздника начинается с февраля 1917 года. Пресвятая Богородица дважды явилась во сне крестьянки Евдокии Андриановой и указала на церковь, где находится икона. Женщина нашла ее в селе Коломенское. Икона сразу же стала почитаться как чудотворная. Явление иконы Божьей Матери Державны, оно как раз явилось знаково в страшных трагических годах. Мы поверили, как говорят современным языком, повелись. То, что предсказывали Россия будет в 2000 году самой великой державой, огромными богатствами, численностью населения, к сожалению, мы утратили это предначертание. И сегодня мы пытаемся исправить. Все зависит от нас самих. Традиционную торжественную службу в храме иконы Божьей Матери Державная провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий. Попросить помощи Богородице пришли десятки самарцев. Мэриелчан Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. Мэриелчан Никита Колосов, Григорий Плешаков.